всем привет автосалон джили почему-то некоторые называют джили ну смотрите атлас вот этот продан отложен вот этот уже вообще продан сейчас оформляйте документы все значит у нас на этим топовая комплектация он стоял вот тут все теперь уже обрел владельца такие диски смотрите и красивый цвет даже вот не на солнце а только делать чуть-чуть свет появляется прям такой четкий много споров разговоров по поводу вот этой машины что мол да нафиг надо там типа какие-то опции нету слушайте уже я не знаю уже доходит ну да смешного ой а там нет и этой опции слепых зон то есть датчика поймаете это уже вообще ну смешно читать слушайте а давно ли вы такие стали что богу датчика нету типа да это как понимать а что многие эти корейцы до предлагали этот датчик ну-ка вспомните где он стоял этот датчик так что как-то вот но не надо вот эти моменты да вот сразу заводить по поводу был и полно привода те же корейцы предлагали тоже и машины с передним приводом и те же немцев тигуана предлагали машины с передним приводом и очень много людей покупала машин с передним приводом также здесь опять таки ну все от лукавого да ну нафиг типа полного привода нету ладно смотрим цены и так вот у нас найти джили атлас то есть опять же есть у нас возможность с вами сравнить вот это у нас flagship как там спорт по-моему идет а вот это просто flagship да в чем отличие но смотрите крыша здесь такого же цвета раз там у нас крыша черная дальше здесь видите у нас буквы написаны вот атлас именно такие серебристые ну давайте уже тогда раз только небольшое сравнение есть возможность здесь вот это вот видите черного цвета дальше смотрите здесь у нас джойстик он видел типа сделан стекло там да такое типа граненое и считается что это круто вот здесь давайте посмотрим здесь у нас джойстик но селектор да вот он здесь вот обычно сейчас вот так посмотрим мы видим но обычный то есть вот такое отличие да и соответственно диски и все то есть диски черная крыша черные буквы селектор в другой и вот это допустим часть вот в этой машине в топе вот эта полоска она будет вся гореть и все и вот за это вот все просят дополнительных 100000 ну и смысл вот честно да тут начинает как бы вот да нифига себе цена ну вот если вам вот эти сейфы тифлюшки нужны ради бога 100 тысяч переплачивать и общение без проблем ладно смотрим но антенна понятно она модная полностью такая тоже белом цвете смотрится она красиво кто-то опять написал что мол какой-то не до спорт и все такое слушайте но ну так мы будем долго охаивать машины вот типа это вроде как похоже на спорт и что но похож монтам мало ли что на что похоже машина закрыта хотел показать как здесь сделано то есть уже завода идет такой то есть когда мы ну да потом наверно посмотрим на то все покажу ладно такие диски резина гуды стоит но этот величевый доступ тоже имеется повторить или куча камер все это понятно ведь такие хромированные вставки там этого ничего нет ну это по-своему так опять же здесь смотрите здесь колеса 19 там 20 здесь опять же смотрите мотор 200 лошадей и стоит робот а в той же черри всем про макс переднеприводный там получается 147 лошадей и вариатор и чего а вы все время да ну нафиг так это вот и по по опциям по опциям почти паритет базы вот этой машины с топом через смотрим датчики парковки тоже получается что у нас джили атлас новый привод передние 200 лошадей максималка 205 робот 7 ступка объем двигатель двух литровый бензиновый турбированный колес на базах 2777 миллиметров но такие габариты дат у нас это не отсюда стать не отсюда вот видимо еще не успели потому что вот эта машина стоит столько вот flexx sport а это нас просто вот flagship то бишь без этих ног как бы до сотку отнять 3 400 стоит вот эта машина как-то вот так идем дальше да кстати спрашиваю а где же обещанный акаванга то есть уже рестайловый новый до сих пор им как-то привозили по-моему одну или две партии видимо еще чтобы но изучить спрос и быстрее скажу так распродать запасы старых сейчас уже должны привести рестайлинговые машины уже ее привезли стоит она на заднем дворе но 15 числа будет старт продаж ну по россии и вот где-то 15 или или 16 и загонят салон это надо будет приехать отдельность и поснимать смотрим атлас про ну тут как говорится без комментариев все все понятно кстати вот эта машина атлас про буквально ближайшем будущем будет производиться на заводе билджи в белоруссии то есть сейчас же там производится билджи x50 ну то есть бывший колорей который еще первое поколение вот эта модель будет x70 билджи а потом там посмотрим стоит м гранд будет тоже он производится на заводе билджи с индексом x30 понимаете да но по ходу когда начнут производить уже на заводе билджи это прямо вот эти машины из модельного ряда у джили уйдут что что-то новое привезут ниже тоже там уже гибриды идут смотрим но принципе такие достаточно красивые двухсветные диски датчики парковки все это всем привычно знакомо ну и тут что-то надо это на статье тоже идти какая машина с гибридной составляющей ну и собственно вот такой пухлый руль большой экран кнопки еще физически еще да еще еще много да пока еще много ну и соответственно вот опять же кожно салон но и мягкий вверх опять же я хочу ваше внимание еще застить на чем колеса 18 на том что все таки пока китайцы они но не знаю можно ли такой менталитет или что они до сих пор вот предлагает практически вау такой да все в самом жире вот то есть как бы ниже прачки ладно не буду говорить вот то в том плане что если вот там за стенкой раньше был салон hyundai и корейцы предлагали тебе ну сколько 6 комплектаций первые там три были вообще раздеты вот напрочь салон тряпка там вообще опции по минимуму да и как бы вот уже какие-то опции все больше больше они уже были самом жире и получается сейчас сейчас допустим вот эта машина да в базе она стоит 3 200 но в ней опции столько столько стоил топовый hyundai тусан понимаете как вот допустим если сейчас здесь поставить базовый мотор там допустим те же 150 лошадей до сделать салон допустим тканевый ну тряпка как-то вот но как бы обидно да наверное для машины ну то есть просто здесь мотор 150 лошадей ткани в салон сделать да какие-то часть опции этих убрать допустим вместо вот этого дисплея что-то поставить но поменьше и машину чтобы сразу будет стоить тысяч на 400 грамм на 500 дешевле и народ насчет бы еще быстрее брать как вы считаете ну как то вот подвинуться вот в этом плане может быть просто но у них даже не то что менталитет а то что у них же в китае только 60 компаний этих китайских которые производят машины там жесткая конкуренция и поэтому может быть они себе не могут позволить делать машину уж совсем простенькие ну-ка понимаете тоже здесь куча камер смотрим атлас про привод полный 177 лошадей максималка 200 робот семиступка бензиновый турбированный мотор 15 ну и колесная база почитайте характеристики у нас флэкши комплектация доп оборудование кара салонный багажник 3 миллиона 1053 тысячи 990 рублей еще раз да полноприводная машина 3 миллиона весь 50 тысяч 990 рублей ну то есть еще раз досмотрите вот чтобы в кадр попала вот у нас как бы старый атлас да и вот у нас новый атлас согласитесь это намного машина интереснее но как-то вот вот кстати у нас стоит x50 вот это теперь будет x50 вот это будет x70 и потом посмотрим на м грант что это у нас такое и так белл g привод передний понятно 150 лошадей максималка 190 робот семиступка объем движка 1 и 5 комплектация style 2 460 стоит вот такая машина а там по моему за стенкой машина стоит 2 и 3 и там комплектация чуть-чуть подешевле кожаный руль здесь козырек просто пластик обклеен мягким а тут все дела на мягкий ну то есть да вот теперь белорусы ну штампует наверное сказать еще рано вот производят такие машины и у них есть право вносить изменения в конструкцию то есть допустим и внешний вид тут можно какие-то сделать перекомпоновки то есть как-то да но обыграть по-другому расширить чуть-чуть в длину в ширину то есть полностью изменить внешний вид у них есть это право соответственно я не понимаю почему это плохо ну в том плане что вот а типа опять это делает на основе китайцев да они начали вот так но они уже начали и при том что белоруссия совсем маленькая страна правильно и у них уже производства до этих машин через сколько год полтора допустим уже будет что-то закупаться в россии либо свое производится и собственно изменит внешний вид пожалуйста вам уже будет как бы другая машина либо на базе это не сделать еще другую уже не сейчас мутят электро вот этот x50 уже бы своя электро разработка автоваз где место его и где она ну не знают а то что закупаются коробки и моторы допустим китае так тот же форсваген тоже закупает эти коробки автомат в японии что теперь идем дальше вот у нас уже обновленный коры диски черный вот опять же такие диски типа в молодежной вот этим не нравится больше как-то не попроще но опять же имею право побрежать датчики парковки присутствует но и собственно здесь что у нас привод также предний 147 лошадей стоимость опять максималка робот такой же полтора объем двигатель и комплектация флэкшип почтатики добр бронирование подружками тонировка защиты картеров покрытие антикоррозийный антишум автосигналка с автозапуском защиты сетка радиатора 3 миллиона девятнадцать тысяч девятьсот девяносто рублей стоит вот эта машина ну а если вы хотите купить такую или иную новую машину выгодно то обязательно загадите на сайт автоспот точка ру тут собраны все предложения от официальных дилеров сразу со всеми скидками акциями и предложениями вам не нужно ездить по всем автосалону смотреть какая комплектация какая машина у кого есть у кого нет на сайте вы сразу видите именно те предложения что стоят в данный момент у дилера а чтобы зафиксировать за собой скидку вам достаточно выбрать марку модель цвет комплектацию вбить номер и телефон все за вами машина бронируется с вами связывается менеджер обсуждаете детали сделки и и не забирать автомобиль все просто а сайт бесплатный пользуйтесь ссылку оставил в описании кожаный салон теперь уже такой сдвоенный экран ну честно говоря вот там не больше нравится это сделано ну и тут теперь видите все в глянце ну и как то вот так и теперь еще раз да смотрите вот опять же цены вот эта машина в комплектации флагшип с мотором 147 лошадей и роботом 7 ступкой до привод передний она стоит 3 миллиона и правда с допами до 3 миллиона 20 тысяч 20 тысяч атлас в базе в котором опции намного больше он стоит 3 миллиона 194 тысячи рублей если поиграть со скидками ну как бы да плюс-минус даже если там чуть-чуть на сотку допов накинут да блин вот куры и вот атлас вы что выбрали там 200 лошадей салон здоровый и и куча и куча всего я не знаю как откуда все это ценное образование происходит 245 45 r20 100000 автошина линг лонг green макс интер гриб 2 ну вот так ту гелом пластиковый обвес и почему-то вот он сделан из глянца ну вот я не знаю давайте посмотрим вот хотя бы вот на этом примере покажу видите как дверь закрывается ну и как уже все привыкли идет вот это дверь она работает вот как часть арки поэтому тут он куча уплотнения все такое-то далее а в новом атласе тут кстати видите как вот почему-то она это ходит ничего не знает как-то наверно прям плотно плотно тут она вот раз отошло туда песок полетел вот и получается что тут видите просто уже голый металл и вот если так смотреть вот видите вот оно колесо и сюда все это бьет а в новом атласе уже получается с завода здесь идет где-то на полтора пальца ну то есть вода видите даже вот если вот на палец видите поставил как раз перекрывает колесо и здесь вот сделана такая пластиковая накладка завода и как раз получается что дверь она подходит не вплотную вот к этому а именно к пластику то есть перекрыто все наглухо отписка струй и так далее вот это решение правильно если все заводы вот так начнут делать это просто будет изюмительно смотрим то дело и вот полный 10 38 лошадей весит 10 максималка автомат 8 ступка флэкшип комплектация сигнал как раз вам багажник защиты картера допыни цена машина 4 миллиона 259 990 ну вот такая вот на 100 гела но собственно вот джели м грант вот этот будет производиться на заводе бил же белоруссии с индексом x30 вот то есть вот тоже будет три модели это у нас видите то вот вот так все мягкий вверх экран побольше чем базе автомат 6 ступка за рулем за рулем журнал сказал что здесь самый настоящий осин так что вот эти разговоры чтобы по поводу того что кто-то что там плетет и так далее здесь у нас как видите такой светлый салон перфорация но сзади 3 подголовника подлоконника нет ну может быть и не бог весь какая функция таком плане зато имеется люк пухлый такой руль по высоте пульта регулируется но и так далее да вот такой вот сюда сколько стоит машина смотрим это на стоп флэкшип автомат 6 ступка 122 лошади максималка 175 колесная база 2 2650 объем двигателя 1.5 защиты картера сигналка с автозапуском и карусалом и багажник опять же кто-то не пожалуйста и цена машины ну без 10 рублей до 500 до возможно какие-то еще и скидки тут пять лет гарантии спец приложения на покупку шин 50000 выгода при 1 150 кредит 150 но опять же надо звонить и в общем туда все это дело уточнять я потом адрес салона напишу надо звонить уточнять допустим если со скидки получится за 2 и 3 выхватить ну наверное уже сейчас вот с 11 марта и весты должны пойти с вариатором с таким же мотором со 20 лошади ну а по удобству уже как бы даже каждый решает сам вести стопу доллара не будет люка каких-то может еще опции ну и не знаю будет уже стоять и спи или нет но по крайней мере многих опций там еще вести до сих пор нет а дальше уже все лишь то есть ненавязчиво ненавязчиво мы приходим чему к тому что уже продукция автоваза она тоже ну как вам сказать не то что она стала стала дороже она она-то стала дороже но вы же понимаете прекрасно что так долго продолжаться не может то бишь производить вот эту гранту и все да то есть вы же готовы купить допустим были октавию там да вот ну не знаю те же rapid так те же солярис вы же готовы были купить за больше деньги чем весту почему он уже там был автомат потому что было больше опций и так далее так далее а тут получается что значит до сих пор это гранта и и что многие пишут да это же не машина ну вот поэтому автоваз хочет уходить от таких более дешевых машин более дорогим соответственно за большую цену но и будет машины больше том в том плане что по овцам и так далее так смотрим манжаро это нас вообще уже гибрид видите да но и тут опять же вот я уже который раз говорю зачем пишут на английском языке а зачем пишут вот на китайском английском хотя бы все поняли что написано а вот тут особенно вот туда чего тут написано но хрен его знает только лезть какой-то там книжку мануал это только туда разбираться возможно что потом для нашего рынка уже пойдут какие-то с другими там надписями но пока вот что есть уже станировка машина и тут у нас вот такие вот колеса доступ без ночевой ведь здесь и у пассажира если у водителя обзор я снимал на эту машину ну вот какая сразу до кожи все такое но опять таким вот мы с вами буквально недавно воды я вам говорил что более дешевой комплектации ну вот смотрите вышел такой гибрид и здесь сюда раз два три экрана туда в это все отделано мягким кожи такой салон все это стоит естественно денег правильно и тут баз получается что здесь заглушка или тут просто тупо заглушка да здесь пластик ну допустим твердый здесь тоже просто тупо пластик или совсем дешевым а тут вообще тряпка куча всего нету но как бы так нормально вам будет вот вот и китайцы я так понимаю что как бы они для них это дико как так типа сделать машину а внутри будет вообще ну как бы типа вообще фигня вот в таком плане ну и соответственно не знаю я же как раз к вам что когда открылся салон амода и приехали менеджеры в москву на стажировку был долгий долгий разговор с китайцами ну блин сделайте вы для россии подогревы а те никак не могут понять да зачем вам это надо это же машина будет дороже им долго долго объясняли в конце уже начали чуть и не то не на пальцах но объяснили да что так и так вот видите здесь тоже как бы уже старо делать по другому но тут просто как бы да но хотя бы даже так то есть уже вот это все прилегает нет просто как допустим в тугели металлу да а уже все прилегает пластика и то есть вот тут уже все это закрыто а в джили в новом в этом вопрос там вообще вот этот пластинка она вот и каши шириной в палец еще круче сделано ну то есть видимо поняли что несколько этот момент он такой не очень чтобы очень ну и опять же почему то видите здесь у нас снизу хром на тягуанию допустим я болт забил на него это пофиг потом если что купить химию ну попробуйте терять нет так нет ну вот эти моменты конечно в салоне все это красиво бьет по глазам а потом при эксплуатации ну в общем по сами понимаете манжаро комплектации 1 и 5 2 vd 3 дешки плагин гибрид лакшери плюс передний 147 лошадей мощность двс максималка 190 мощность электромотора киловаттах в этом лошадях 107 получается осень 3d ht такая вот коробка бензиновый турбированный и гибридная подключаемая 19 колеса и так далее допов как видите здесь не указано 4 миллиона 2199 990 рублей ну вот такие вот цены тоже видео сведется эмблема это все ну не знаю не знаю то есть китай получается он же почти возле экватора но не оси саму но почти дан почти на экваторе и там у них в большинстве районов просто круглый год стоит жара поэтому у них и люки все это дело распространено ну и соответственно с этими машинами попроще и более эти крупные города и их там тоже у них много даже не то что уже миллионники а там 20 по 20 миллионники так далее поэтому там и эта инфраструктура больше развита пишите комментируйте подписывайтесь всем пока будет это это надо 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 Продолжение следует...